так всем привет сейчас пока настроить запись включить на запись через telegram это просто ужас какой-то так что мы дальше сделать пойму я все время забываю как трансляции вести так и на компьютере сейчас включаю тоже telegram пишите комментарии здесь под комментарием давайте вот этот вот эфир нужен где я спросила тема у меня нету я вообще я решила каждый день сейчас выполнять для себя маленькие шажочки по исполнению своих целей то есть у меня всегда куча желаний куча целей я пишу себе план где разлиновываю строчку пишу что мне нужно делать каждый день маленько какое-то задание для себя даты и ставлю плюсик или минус выполнила или нет и потом считаю в конце общий процент от 100 процентов выполненных заданий там есть каждый день записывать маленькое видео видео это может быть там какой-то эфир либо просто видео ответ на вопрос либо читать и комментировать свои книги либо видео хотела читать посты коротенькие посты буквально вот по три-четыре минуты видео неважно хоть что-то выкладывать на youtube потому что я на три недели просто опять потерялась то есть я вышла и пол января каждый день по несколько видео записывала и книжку дописала то есть такой взрыв был и вот после этого резко я сдулась я просто три недели не работала ничего не делала забила на все занятия провела последний эфир где после него у меня наступила как сказать после него у меня наступила такая апатия потому что подписалось четыре тысячи человек четыре тысячи человек на видео гороскоп для козерогов просмотрела больше миллиона человек миллион двести вот и естественно были хейтерские комментарии ну они делились только на два вида там просто всем на комментариев там конечно очень много прям писали что круто классно гороскоп для козерогов вот наделились еще на два типа хейтеров одни хейтер или моя внешность вот на что мне справиться тяжело потому что я к этому вообще не привыкла у меня такого нету чтобы я выходила в эфиры и кто-то просто начинал меня убивать вообще как я выгляжу то есть для меня это было резко неожиданно вот и я такая подсдулась тяжковато это слушать и у меня просто на три недели напрочь пропало желание выходите что-то рассказывать вот а второй вид комментариев хейтерских было я плохо разговариваю плохо говорю непонятно одна вода повторение тоже а естественно я села с собой работать прорабатывал эту тему что мне транслируют люди для чего там где я себя критикую где мои точки роста что делать вот но убежать себя переделывать делать себя лучше в плане там красоты прически макияжа надувать губы там делать кучу себе там уколов красоты там бьюти я на такое вообще не вот с волосами ничего не могу переделать потому что к сожалению я отращиваю свои уже год не крашу ничего и они у меня просто клоками лезут из-за того что я делала зубы и мне когда сделали эти скажите наркозы у меня просто выпали волосы просто вот по всей голове просто так клоками сейчас более-менее уже восстановила и подстричь нечего если стричь то уже только под мальчика то есть я ничего с собой даже не могу сделать вот короче я три недели грустила и думаю ладно хрен с этими комментариями но убила меня другое о том что людям интересно слушать тупейшие гороскопы которые но для меня является глупостью чистой воды потому что причина в нас мы творим реальность вы сами работа с мышлением работы видеть мир шире а не верить гороскоп гороскопы вот что должно быть важно я поняла насколько дремучий народ вокруг меня и насколько он меня неправильно даже воспринимает потому что все комментарии которые мне писали даже мои подписчики я видела там своих и видела новенькие вот даже мои подписчики и пишут боже нелли какой классный гороскоп какой крутой гороскоп для козерогов потом вышел следующий гороскоп он мало чем отличается общий от козерогов потому что это для всех тоже об одном вот и все говорят наконец-то закончилась у нас хрень наконец-то придет счастье ты такой самый позитивный гороскоп рассказала я не понимаю как меня слушали но ничего позитивного в гороскопе не было вот абсолютно ничего не в общем гороскопе не для козерогов где вы там позитив увидели то есть это лучший гороскоп это самый позитивный гороскоп я там писала что весь год одни разрушения одни разрушения понимаете все время будут ссоры все время будем терять работу терять близких терять отношения терять все мы будем терять и только наш настрой что это круто что это хорошо что это нужно нам будет давать дальше лучшее и блага. Но вряд ли люди со старым мышлением будут воспринимать каждую потерю с кайфом и с позитивом. Поэтому все уйдут в депрессию. У всех будут одни потери весь год. Гороскоп мой был только для осознанных людей, которые понимают, что каждая потеря – это хорошо, что это угол. А я много раз это повторила, чтобы люди поняли, оказывается, каждый написал «ты столько раз много повторяешь одно и то же, одна вода», и в итоге не услышал то, что я пыталась донести. То есть я разочаровалась в том, что людям интересна хрень, а полезной нет. Это раз. Во-вторых, они не слышат, что я говорю. я сидела вот эти три недели и думала, надо ли мне вообще вот это делать? Надо ли мне выходить опять из пустого в порожнее, переливать, действительно повторять одно и то же из года в год, если это все равно не понимают? Вот у меня был такой вот период, где я просто взвешивала, надо или не надо. Менять сферу свою, не менять. Надо, я то есть опять потерялась на три недели в такую паузу, в общем, где мне нужно было переосмыслить вообще эту жизнь, туда ли я иду. На хрен это никому ничего не надо. Все хотят быстро, мгновенно и сразу решить свои проблемы, и чтобы их не было проблем. Ну, тогда и жизни не будет. Никто не хочет понимать, что мы эти проблемы создаем себе, потому что они нам нужны. Мы получаем опыт, мы скиллы свои прокачиваем, мы проходим уровни, нам нужно получать опыт, мы это создаем специально, мы здесь учимся и прокачиваем свои навыки, свои таланты, проходим все, что нам нужно пройти, не просто так заделась, сорян. Как-то видео у меня странно записывается, блин, квадратиком, не заметили. Так, сейчас я почитаю, что вы тут пишете. Мой пункт, вот этот коротенький предисловие, отчаянный, прошел. Давайте теперь вопросы. Так, вы выглядите очень хорошо, спасибо. Татьяна, не грустите. Да нет, я не то, что там грущу, я просто подумала, насколько люди вокруг меня, отражающие меня, потому что это тоже я, что-то мне транслируют, показывают, насколько все плохо, насколько все, как сказать, хочется быстро, мгновенно, решение дорого-богато, чтобы все было идеально, все было супер круто, и вот прямо настолько вот ко внешности, да, прикапывались, как я говорю, там, причмокиваю я там, или вздыхаю, у меня нос не дышит пожизненно, мне никогда не хватает воздуха, ну, так вот я говорю, извините, ну, что делать, вот, в общем, если ты не будешь монтировать видео, если ты не будешь накладывать красивый свет, готовиться, писать себе сценарий, говорить сценарий по тексту, то есть делать идеальное видео, с идеальной картинкой, то я никому не нужна, и это я поняла, что всем людям нужна красивая картинка, идеальный образ, красивая голова, все должно быть с интерьером, хорошо одето, будто сказано, рассказано, чтобы каждое слово прям отчканивалось, и звук был идеальный, и вот все было идеально, вот только тогда они будут смотреть, и я поняла, что, ну, знания не нужны, важно мишура вот этого вокруг, так, я только на тебя смотрела старое видео, подумала, что ты сейчас выглядишь еще круче, спасибо, ничего особо специально не стараюсь делать, сейчас, сейчас, вид другой немножко у меня, потому что я включила лампу, вот, я опять очередной раз чемоданами переехала, через пару недель опять перелетаю, из Турции в другую страну, вот, и пока я тут переехала, я нашла лампу, чужую, вот, и, к сожалению, я не могу возить с собой аппаратую, возить лампы, возить свет, постоянно чемоданов, мне постоянно, постоянно делать вот этот антураж, терять время на монтаж, писать сценарий, что там сказать, что не сказать, к сожалению, не могу, не получается у меня вот это все делать, если я этим займусь, то уже на важное, вот, у меня времени просто не хватит работать там с людьми, сейчас у меня куча консультаций, заказов, разбора психосоматики, я не знаю, как это все разгребать, вот, тут представьте людям еще зрелище хлеба надо, чтобы это все красиво еще было, то есть ты им расскажи, помоги решить проблемы с психосоматикой, с долгами, с болезнями, то есть помоги обязательно, но ты еще при этом должна помогать идеально, чтобы ты сама выглядела хорошо, говорила хорошо, орфографические там ошибки не были, там в постах под видео, и чтобы речь была идеальной, то есть как бы пожалуйста, если выходишь, то ты должна вся быть идеальной, пипец, я так с этого, ну, разочаровалась, вот, с чего начать менять свою жизнь, первые шаги, может глупо, но можно еще раз повторить, Неля, хороший вопрос, Татьяна, ну, вы сами понимаете, что любую точку боли находим, и с нее и начинаем, например, проблема, что здоровье, отношения, деньги, что какие проблемы, вот, в какую сторону вы хотите поменять, в списке желаний, начинаем список желаний, затем этот список желаний, расписываем, как декомпозицию, по целям, как достичь эту цель, какие шаги мне нужно предпринять, вот, например, у меня сейчас цель, я написала, что мне нужно поменять с питанием, опять, я сыроед, но мне нужно поменять питание, еще раз, кое-что, переделать в моем питании, способ пережевывания пищи, мне надо поменять, потому что я очень быстро ем, просто на ходу, и чтобы не было проблем с кожей, с волосами, с другими органами, вообще с общей, любые проблемы, там, с болезненными, надо научиться пережевывать пищу, надо понять, как вообще питаться, вот, начинаем с питания, почему и нет, второе, я забросила ежедневную суставную гимнастику, которую делать 5-7 минут, ну, 10 максимум с дополнительными упражнениями, вот, жизнь офигенно меняется, когда ты здоровый, потому что, когда ты правильно питаешься и занимаешься спортом, хоть каким-то, но, опять же, спорт, большинство про спорт сказано, что спорт, это круто, оно не всегда про здоровье, вот, если вы ходить будете, хотя бы там, сколько шагов, не знаю, 10 тысяч, да, предлагают, это будет намного лучше, чем вы будете заниматься там в спортзале, хотя, смотря, как вы занимаетесь в спортзале, тоже, не все качание на этих, всяких, как их тренажерах, вот, это про здоровье, про красоту, да, вот, но не всегда про здоровье, ну, не важно, в общем, надо рассмотреть, чтобы у вас была энергия, ее забирает наше ленивое состояние, что мы с телом ничего не делаем, то есть ему нужно движение, и наша еда забирает всю энергию, то есть начинаем, первое, это еда и движение, двигаться, ходить, гулять, сидеть ровно, то есть нам нужна энергия, дальше желание, что еще я тут себе хочу переделать, я по работе очень много написала, что мне нужно начать с того, чтобы ходить видео, хотя бы 5-10 минут, писать один пост в день, не пить кофе, вот кофе забирает энергию, вымывает кальций, прям жутко, и лечь, хочу до 12, я не знаю, как это сделать, я всю жизнь ложусь с рассветом, с саника просто, и хочу поменять вот с этого года режим сна, ложиться, не знаю, часов в 12, в 11, может быть, в час, вставать в 5-6 утра, моя мечта всю жизнь, я только ложусь в это время, хочу поменять, посмотреть, что будет, вообще любые перемены, они уже запускают полностью изменения во всех сферах жизни, любые перемены, вот просто даже, вот самые банальные тренинги, возьмем каких-то блогеров, чистить зубы левой рукой, ходить дома в красивой одежде, нежели домашней, не, ну если вы убираетесь, конечно, надо там что-нибудь одеть попроще, вот, вот так ходить шикарно, как королева, пить с бокалом, начать прям маленькие-маленькие какие-то изменения, и вот эти маленькие изменения, они запускают потом огромные. Почему я перестала делать расклад на метафорических картах? Рассказываю, я сейчас на чемоданах, на переездах, а этот прогноз для козерогов, это вообще не сплошные переезды, все мои карты чемоданами отправились с вещами домой в Краснодар, вот, и я сейчас просто без карт, так как у меня и так очень много вещей, я сейчас буду переезжать, и карты бы уже не влезли, их пришлось бы выкинуть, но так как два килограмма выкидывать этих карт, мне не хотелось, я их отправила с друзьями в Россию, вот, поэтому пока не делаю. Как встретить мы же, что мешает встретить? Ну да, Анастасия, да, что, почему, вот, хорошо, что мне мешает? И раскрываем дальше вопросы. Какие выгоды мне быть одной? Выгод же много. Дальше, какие самые неблагоприятные последствия, с которыми я хочу сталкиваться, ожидают меня, когда я встречу этого мужчину? Вот я, например, сейчас категорически не хочу молодого человека, вот, ну, категорически, вот, просто ходить, гулять, общаться с мужским полом, запросто, строить отношения? Нет. Это полное вторжение в моё пространство личное, которое я не хочу никого подпускать. Для меня это прям, прр. У меня нет времени на себя, я хочу перестроить очень много всего в своей жизни, заняться собой, я хотя постоянно этим занимаюсь, но у меня есть большие планы, кардинальные, да, что еще мне можно сделать для себя? и другой человек надо вкладываться в эти отношения будет просто мне мешать вот, конечно можно найти такого, который будет помогать, но я не готова пока вот это все рассматривать как это все сделать чтобы он мне не мешал а только помогал если бы он просто присутствовал не отнимал и не притягивал на себя внимание вот, оставлял меня всегда в покое, просто подбегал только тогда, когда мне надо меня бы это устроило вот, ну бесконечно, даже друзья требуют внимания я даже с девочкой поняла что не могу ни с какой жить, потому что перетягивают все время внимание лишние разговоры меня напрягают меня напрягают лишние вообще люди в моем поле мне хочется побыть одной что-то смотреть что-то читать что-то изучать я сижу там учу английский потом переключаюсь учить турецкий переключаюсь там слепой метод практикую годами чтобы еще быстрее печатать там сижу печатаю книжку и любое вот это вот рядом вокруг меня кто-то там ходит о чем-то говорит что-то делает все я не могу у меня не работает ну работа встает не работает вот эти осуждения почему я не гуляю то есть я хочу вставать когда я хочу есть что хочу делать что хочу и так далее и я это слышу ну осуждение даже не только от людей да но и от близких сейчас не так сказала не только от мужчины могу это слышать но я могу это слышать и от мамы и от подруг и от вообще от левых людей вечно всем нужно меня учить как мне жить во сколько вставать много ли я гуляю или немного какую там я воду пью то есть зачем я ее короче много вопросов люди задают почему я делаю вот так и не вот так и приходится это объяснять я пожила с одной девочкой потом с другой потом с третьей когда путешествуешь за границей всегда хочется чтобы рядом кто-то был вот если куда-то поехать что-то поделать ну то есть поддержка потому что когда ты одна вообще в другой стране хочется всегда подругу вот ну я уже поняла что я подруг стала а с молодыми людьми рядом со мной ну это вообще трэш я рассказала свои примеры вот теперь Анастасия вы берете и точно так же раскладываете свои почему вы не хотите когда вы выписываете это все я уже заговариваюсь когда вы выписали с чем не хотите сталкиваться по каким поводам у вас были ссоры с предыдущими людьми потому что старый опыт он запоминается и так не хочется больше повторять вот это все вы начинаете разбираться как я могу решить вот этот вопрос чтобы мне не мешали допустим да как я могу решить вопрос чтобы ко мне не лезли с вопросами как мне решить вопрос находить время ну мужчина зачем он мне нужен вообще вот или не нужен то есть вам нужно негативные вот эти вот последствия с которыми вы не хотите сталкиваться проработать заранее и тогда ваш ум не будет все время себя отговаривать потому что мы подсознательно делаем все чтобы мужчины рядом не было вот все если у нас есть такие установки что он нам будет мешать что он может изменить что он может уйти что он может что вообще невозможно нормального найти у меня есть сейчас ухажеры но я от них одно и то же слышу постоянно то что мы должны все делить пополам все должно быть одинаково работать мы должны одинаково сейчас в наше время мужикам тяжело зарабатывать я это слышу постоянно думаю боже ну нет нормальных мужиков ау проснитесь почему вы хотите возложить мужские обязанности на женщину а когда вы вот объясните мне в каких временах было легко мужчинам зарабатывать в 90-х в 80-х в 70-х всегда было тяжело вот но делить пополам ну хорошо давай мы рожать дадим пополам в роддоме там ты половину срока вынашиваешь половину я или еще что-то ну то есть понимаете как бы я слышу у мужчин такие вот блин странные вещи что они не хотят то есть брать на себя никакую ответственность все должны быть уравнены ну то есть я понимаю что блин я не хочу с этим мириться вот пыталась я объяснить тут некоторым но ни хрена не не понимают если женщина если женщина мужики вот просто задумайтесь кто не слушает не будет получать от мужчины чувства защиты что он всегда может ей помочь если она перестанет беспокоиться о том что завтра будет есть да что она завтра этом оденет что она будет под какой крышей там жить если она перестанет беспокоиться ей станет спокойно если вы это чувство комфорта ей подарите то она будет восхотеть но когда она перестает видеть вас мужика опору она не не сможет возбудиться когда пропадут феромоны через месяц два максимум три месяца феромоны заканчиваются которые вызывали вот эту вот химию хочу мужика боже не могу теку прям вся вот они заканчиваются эти феромоны период для того чтобы самец с самкой сделали там себе детей заканчивается и все и потом женщина не может без каких-то стимуляторов и смазок возбудиться она не видит в мужике мужчину то есть партнера мужского пола она видит равного партнера а мужчины сейчас говорят я хочу чтобы женщина меня не использовала а любила меня просто так как есть мальчики мужчины дяденьки поймите любить мужчину может только мама своего сына сейчас я по-другому скажу любить просто так просто вот вообще безвозмездно просто так я не знаю какими-то словами сказать может быть только между родителями и детьми вот такая любовь то есть мама своего ребенка папа своего ребенка вот но просто так любить женщину мужчину не сможет у нее ассоциативно просто будет включаться рефлекс что это инцест понимаете поэтому она не хочет мужика такого если мужчина не зарабатывает если мужчина не дает ей чувство безопасности если мужчина не может обеспечить ей защиту вот эту и она в нем не видит она начинает в нем видеть ребенка она не может спать с ребенком если женщина может спать с ребенком значит у нее психологическая травма ей нужно с психиатром разговаривать если мужик может спать с ребенком либо с мамой у него тоже психологические проблемы я сейчас говорю об здоровых отношениях со здоровой психикой Да, мы все травмированы, вот, но сейчас уже столько коучей, столько вот разбора, столько всего уже, все давно должны уйти с этих психотравматических вот этих последствий, уже давно, давно уже должны, если вы уже поправили свою психику, очень сложно найти такого же психически здорового, это моя боль, понимаете, моя боль, я не могу найти здорового мужика, они все больные, их лечить надо, вот, ну, как каждого первого, к сожалению. И чем больше ты умнее, чем труднее вообще кого-то встретить, и поэтому я уже плюнула на это, думаю, ну, их хрен с ним, мне так хорошо быть одной. Так. Сейчас почитаю ваши комментарии. Так, перестала делать так, 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 это не то. Слушай, от тебя я понимаю, что я создаю все в своей жизни, но как я создала, что я работаю со 17 лет, а мой муж может зарабатывать, а потом может не работать по полгода, и я перестаю уважать. Да, мы перестаем уважать автоматически мужчин. Женщина с мужчиной, когда создают союз, вот этот партнерский, равноправный партнерский союз, равноправный это не значит делить пополам. Равноправный это каждый имеет право делать то, что он хочет, иметь право своего выбора собственного, да, проявлять свою суть, мужчина мужскую, женщина женскую. И когда они в нормальных гармоничных отношениях умеют договариваться, выключают обиды, то есть женщина в основном, она, блин, каждая первая в семье ребёнок, она включает обиды. Но обижаться это только прерогатива ребёнка, да, не взрослой женщины, не взрослого мужчины. Сейчас я смотрю на турков вокруг, они все любят обижаться, вот прям и плачут, рыдают, слёзы градом, вот, на любую фигню, просто дети, вообще, которые, не знаю, ему 50, может быть, 60, 40, неважно сколько лет, вот, они просто дети. Нация, ну, прям интересная, вот, очень много плюсов, конечно же, многим только у них поучиться можно, да, ну, дети детьми. Эх, есть, конечно, уникумы, да, но это так мало. Как только мужчина дарит подарки, любые, это не потому, что мы такие алчные, нам нужны подарки, у нас какая-то херня в голове срабатывает, да, что, боже, это мужик, он молодец, он подтверждает мне чувство любви, чувство заботы, да, я его хочу просто, вот, понимаете. Потому что я чувствую в нём мужское. И это происходит в поле на подсознательном уровне. Когда мужик говорит, я ничего не должен, она тарелочница, хочет поиметь. Да, есть женщины, которые пофиг на мужика, им действительно пострать на всех. Они идут там рестораном каждый день и прибывают по три раза в день там с разными, чтобы только там поесть, посидеть, покайфовать там, показать себя. Да, и вообще пофиг на мужиков. Да, есть такие. Не надо же всех подряд под эту копирку. То есть это, ну, крайность конкретная, да. Но если у тебя более-менее нормальная голова, ты же, я про мужиков говорю, ты можешь отличить женщину, которая такая вот, и той, которой просто нужно внимания, там, забота, она тебе подарит, ты дашь ей свою десятину, блин, оплатишь ей обед, она тебя будет развлекать, ты же получишь энергию, у тебя же в бизнесе дела пойдут, да, у тебя же всё пойдёт хорошо. Но когда, блин, тут и про десятину, всё то же самое. Чем больше ты отдаёшь и вкладываешь в женщину, тем больше у тебя энергии и возвращается в десятикратном размере каждый раз. Ты вот только подарил красотке свои, там, цветочек, она порадовалась, ты такой, блин, какой я классный, она тебя наградит не только внешне, да, но и будет бумеранг. Так, хочу увеличить свой доход, чтобы купить квартиру, деньги даже не могу отложить, всё улетучивается почему-то, хочу красоты, уюта, нашла работу, плюс доп. работу. Татьяна, книга «Деньги», вот, там как раз очень хорошо написано, почему от нас убывают деньги и когда они прибавляются, вот, мы неблагодарны с вами, это главное. Только в благодарность проблема наша. Мы не видим, ну, вообще вокруг себя практически ничего, мы всё само собой разумеющиеся, вот, всё, что имеем, принимаем, и для нас это хрень вообще. Ну, подумаешь там, кровать, подумаешь там, ручка. У нас, когда мышление поменяется, тогда будут и деньги, тогда будут и приходить всё, что нам нужно по нашим желаниям, вот. Но мы пожинаем свои плоды. Если нет дома, первое, есть выгоды его не иметь, второе, есть желание пройти путь до этого дома, и мы ещё этот путь не прошли, не научились этому опыту, чтобы его достичь, да, есть определённый путь. И ты пока по нему идёшь, ты идёшь там, то узнаешь, то, там, изучишь, это попробуешь, такой опыт наберёшь. То есть все наши желания, на самом деле, душе нахрен не нужны в физической форме вот этой всей. Вот, наше желание успокоения души и комфорта, именно морального. Единственное наше желание быть счастливым и радостным, да, не грустить, как говорится. Но грусть это тоже хорошо, иногда нам идёт время на подумать и идти к следующему шагу. Вот, радоваться это тоже бесконечно плохо. Так вот, тот опыт и путь, который вы должны дойти до дома, вы должны понимать, что вам не дома нужен, а этот путь. Наш ум постоянно просто твердит нам, что мы что-то хотим, но это всё, как бы, не наше желание. Мы не понимаем, не можем разделить наше желание и не наше. Так, я её читала, оттянутую, вы читали и задаете один и тот же вопрос, который расписан в книжке. Значит, я читала, но я не понял, может быть так. Так, сейчас я, подождите. Обновлю это сообщение. Как убрать чувство, что всё люди выше тебя? Я в чужой стране работаю, но чувствую, что ты не такая, никуда не ходит. Постоянно кажется, что я делаю что-то не так. Интересно. Люди выше меня. Есть и на вас кто-то выше. Богаче, умнее, сильнее, красивее и так далее и тому подобное. Недавно как раз я сама с собой рассуждала на эту тему. Сейчас расскажу своё сознание буквально вот пару дней назад. Я пыталась заснуть всю ночь. Легла в 12, до 5 утра просто лежала и думала. Ну, слова мешалку вообще выключить из головы не могу. Вот. Я думала, что мы каждый момент времени чему-то учимся. И это обучение, оно бесконечно. Каждый человек находится в каждом своём деле, в каждом каком-то моменте, в действии, на каком-то уровне мастерства. Например, кто-то мастерски чистит зубы, он уже достиг такого-то там уровня, кто-то готовит борщ, кто-то умеет говорить, подавать себя, кто-то ходить, прыгать, держать осанку, готовить борщ, делать хирургические операции. Неважно, что человек делает, да, и он, повторяя вот эти вот действия и постоянно прокачивая их, достигает определённого уровня. И когда мы встречаем дурачков, потому что это моя тема, я начала эфир с того, что я просто посмотрела на людей вокруг себя и поняла, что, блин, почему меня окружают одни дурачки. Это же капец просто. Вот, и у меня тоже проблема с тем, что все люди ниже меня, а у вас выше. Вот. Мы встретились с дво, две противоположности. Так вот, и рассуждая на эту тему, аж смешно стало. Я понимаю, что каждый в каком-то деле, в своём, он на определённом этапе. Мы не все родились в одну и ту же секунду. Да, у всех, во-первых, разная дата рождения, разное время рождения. И разная точка начала какого-то дела, возрождения каких-то там действий, которые он всё время мастерски. Так вот, люди, которые ещё, ну, вступят в чём-то, они просто, ну, у них ещё хвост не отвалился. То есть они только-только начинают вот этот путь, да, и на каждом отрезке времени у каждого, получается, в каждом действии свой путь. Я даже не знаю, как это объяснить. В общем, надо к этому нормально относиться. Вот. Но посмотрите вокруг себя, сколько людей ниже вас в разных других моментах. То есть, как так. Ирина. Вы перегнали, ну, там, не знаю, по вашей собственной уникальной жизни и уникальности всех людей на планете. Ни у кого нет такой жизни, как у вас. Вот. И как сравнить круг с квадратом, да, несравнимые вещи. То есть у каждого в каждом деле какое-то вот своё мастерство на каком-то этапе. И вот это вот сравнение, оно, ну, бесполезно получается. То есть надо посидеть, вот это вот, порассуждать и понять, что, ну, вот сейчас я встретилась с неандертальцем. А тут я, короче, с гуру Буддой общаюсь. Вот что делать? Ну, просто разные люди по-разному меня чему-то учат. Один этому, другой этому. То есть надо воспринимать теперь нормально. После того, как я это всё сидела в голове своей, прорабатывала, я утром проснулась и поняла, что теперь мне не важно, кто какой рядом человек. Прокачивание меня или туповат. Вот. Мне не холодно, не хорошо стало. Я всю ночь сидела, рассуждала. Я уже не помню точно, какие были мысли. Но любые наши проблемы решаются только одними, трансформацией. Трансформацией нашего шаблона, когда мы берём и рассуждаем, то есть рассудить. Надо привести к бреду нашу устойчивую мысль, устойчивое убеждение, что на самом деле вот это убеждение, придуманное мной, полный бред. Вот, что это не так. Людей выше меня не существует. Также людей ниже меня тоже не существует. Надеюсь, ты не понял. Ребёнку три года разговаривать мало. Подскажи, что нужно сделать? Ну, если мы всегда говорим в эфирах о том, что все люди, наши учителя, а дети это ну явные учителя, у них души-то помудрее, чем наши, они приходят только, чтобы нас чему-то научить. Вот, и почему-то он хочет научить вас меньше разговаривать. Я даже не знаю, почему. Здесь надо подумать. То есть нам надо делать так же, как делают окружающие люди. Вот, но с пользой. Где надо применить молчание? В чём? Где? Порассуждать. Что такое вообще разговаривать? Он же с вами разговаривает, но просто по-другому. Мимикой. Что такое разговор, да? Он может запаковываться в разные пакеты звуков. Вербальные, невербальные. То есть можно руками говорить. Эмоцией, мимикой. Просто молча глазами. Вот, он с вами разговаривает. Он с вами разговаривает. Но он не делает это голосом. Значит, вам что-то с голосом тоже нужно подумать. Где перестать что-то говорить? Может быть, кому-то что-то говорить, кому-то что-то указывать, показывать. Что ещё может быть с голосом? На пользу себе. А, ещё и мало говорит. А если он просто меня игнорирует? То есть мало. Значит, мне тоже нужно научиться мало обращать внимание на окружение. Побольше на себя. Ну, логично, да? Если мы перестанем смотреть на внешний мир много, мы будем смотреть много на себя. Где ещё может быть? Смотрите, в аудиоканале недавно я выставила в аудиопост, который писала опять в текстовый канал статей, о том, что мы неправильно с вами живём, можно сказать. Где вот эта критерия правильности или неправильности, я не буду сейчас вам рассказывать. Я просто хочу сказать, что нам не надо решать вопросы вовне и пытаться достичь желаний, пытаться достичь решения проблем, решить проблемы. Внешний мир, иллюзия. Мы вот с вами спим, как, не знаю, в кино «Матрица». И смотрим просто иллюзорный фильм о несуществующем кино. Наша задача просто брать это кино и переводить, что у нас в голове, и получать из этого подсказки и опыт. И наша задача не решить проблему, чтобы ребёнок заговорил, а наша задача решить вопрос, где мне перестать разговаривать. Вот, и всё. А дальше заговорит он или не заговорит, это его выбор. Я ему разрешаю этот выбор, этой души выбирать самому. То есть моя задача не врезать к нему. Но благодаря тому, что я осознаю, где мне мало говорить, и поменьше внимания на этот внешний мир, моё зеркало мира может поменяться. То есть меняюсь я, отражение в зеркале тоже меняется. И он может заговорить только благодаря вашим осознаниям. Но не факт, не надо ничего ждать. Если вы будете чего-то ждать, ожидание прождает ожидание. Вы никогда не добьётесь своему. Когда вы перестанете мир менять, а начнёте его просто принимать, блин, да это круто, это просто кино мне показать. Все персонажи – это я, мои Микки Маусы. Это моё отражение. Это же я сам в этих аватарах просто гоняюсь и что-то показываю. Когда вы перестанете решать проблему внешне, а будете их воспринимать не как проблемы, а только для того, чтобы увидеть своё собственное отражение и работать с собой, не ожидая, что вовне потом что-то поменяется, тогда вы сможете творить и менять всё, что вы хотите. Но вам будет пофиг, поменяется оно или нет. Но оно будет меняться только для интереса, чтобы дальше проживать в кино и получать там какие-то следующие опыты. Но пока вы будете пытаться менять этот внешний мир, вы его не поменяете. Он всегда будет бить вам по голове. И всё будет труднее и труднее, и сложнее что-то делать в этой жизни. И когда вы поймёте, что надо оставить в покое этот внешний мир, то и деньги, и блага, и ваш комфорт, и всё, оно само собой как разумеющееся будет вокруг вас. Но только для того, чтобы продолжали вы жить, так как вы и так счастливы, вы и так чувствуете комфорт, вам не надо внешними какими-то атрибутами закрывать эти проблемы, с чувствами, которых ранее не хватало, теперь вы их нашли в себе. Это всё будет отражаться вовне. То есть вам комфортно и хорошо, и неважно, на помойке я сижу, с деньгами или нет, вам хорошо. Вам хорошо от того, что вы просто есть и просто живёте. И тогда и внешний мир будет отражать это всё хорошо. Но даже когда у вас всё вовне хорошо, вам внутри всегда плохо. Вам всегда что-то не хватает. И вот это вот не хватает и порождает вот эту нехватку постоянную. И мир, вернее, вы сами у себя в этом мире всё забираете только для того, чтобы, блин, обнаружить это внутри опять себя, то, что вы опять потеряли. Надеюсь, я объяснила понятно. Мне очень сложно объяснять, ну, как-то простые вроде как вещи. В то же время нихрена они непростые. Чем проще, тем сложнее. Расскажи мне про сны, как сама к ним относишься. Ой, сны – это такая же наша реальная реальность, как и вот эта вот нереальная реальность, в которой мы живём. Я просто перевожу сны, если они запомнились, где все персонажи – я. То есть что я сама себе хотела сказать. Вот, Анна, вы сегодня мне рассказали сон, где приснилась. Я вам приснилась, да, и что-то вам говорила. То есть в моём аватаре вы сами себе что-то говорили. Вы себя там внимательно в этом сне слушали. Вот, значит, здесь такой намёк. Послушайте себя внимательно, и что-то себе прям давно вы говорите. Давно говорите. Говорите, говорите. Как ты мне рассказывала сегодня, да? Ну, непонятно что. Вот, где-то надо прислушиваться к своим советам, которые вы себе давно уже сказали, уже знаете ответы. Вот, где-то надо прислушиваться. Я, наверное, ещё не вышла с депрессией. У меня ребёнок с аутизмом тоже не говорит. Мы не ходим на площадки. Он постоянно кричит, и истерики все с него слигутся. Но, с другой стороны, он хочет жить с детьми, а они его обижают. Просто закрылось. Больно смотреть на это. Подскажите, как выйти с этой ситуации? А вот недавно, да, мы про детей у аутистов эфиры вели в Сайгуль, которая не стала дальше домой, поехала сгребать свои дела. Вернулась к старому. Да, она сейчас убрала всю инвалидность. Немножко, извините, на неё сейчас перейду. Убрала, отказалась от пособий, от всех по инвалидности и так далее. Немножко пожалела. То, что, типа, вот, ничего не поменялось, я тут всё сделала, ну а дальше она идти не хочет. Вот. И этот путь тоже очень тяжёлый по поводу детей-аутистов. Надо разбирать. Но это очень долгий процесс. Я сейчас не могу подсказать. Первый шаг, да. Как выйти из этой ситуации? Надо разбирать, для чего вы хотите быть аутистом. Почему вам выгодно быть такой? То есть, оденьте на себя аватар вашего ребёнка, да, и попробуйте один день в ментальном голове просто прожить его жизнью. и прочувствовать, зачем вы это хотите. Как это ещё объяснить? То есть, он – это же вы, и он пришёл вам в зеркало вас показать. Всё, что он делает – это показательное выступление. Вам надо понять, где я такой ограниченный, в чём я такой ограниченный. Перестать быть в этом ограниченным и обязательно ограничить что-то другое. То, что у вас безгранично не ограничено. Вот, то есть, например, ограничить себя, думать о плохих каких-то последствиях. Ограничить себя. То есть, взять ограничения, безграничность, трансформировать шаблон. И придумать полезные применения для чувства ограничений и полезные применения для чувства безграничности, где вы можете использовать одно чувство, а где, ну, это одно целое чувство, где вы можете его крайние стороны использовать в жизни в целом. Выписать нужно все его проявления. То есть, как он себя ведёт, что он делает. И точно так же в список нужно трансформировать шаблон. Понять, что, например, кричать и молчать – это одно целое. Трансформируем шаблон. Потом, что для меня вообще крик, что для меня истерика. То есть, разобрать ещё эти слова и подумать, где их можно в жизни применять. То есть, он же как учитель пришёл вас научить вашу талантку, которую вы не используете. Где вы себя закрываете в какую-то тюрьму? Где вы себе не даёте свободу? Где вы себе не даёте дружбу? С чем вы не дружите? Подружиться же не только с людьми нужно. С собой нужно подружиться. С своими привычками какими-то подружиться. Подружиться со своими шаблонами мышления в качестве и так далее. То есть, вам нужно выписать этот список. Это большая, на самом деле, работа. И я прям сходу, ну, вот за пять минут так обрисовала, ну, нужно садиться и прям работать вам. Вот прям хочется сказать, садиться и работать со мной, там, не один месяц работы, да, но я сейчас пока не беру время на консультации никакие. У меня нет времени, у меня переезды. Вот, искать специалистов, кто поработает с шаблонами мышления. Очень много людей у меня проходят курсы по работе с шаблонами мышления. Вы можете записаться на них. Вот, а можете поискать моих учеников, которые за деньги трансформируют шаблоны, помогают решить вот такие вопросы. То есть, помогут найти выгоды. Ну, выгоды я вам уже объяснила. Выгоды, увидеть в себе это, это единственная и самая большая выгода. Увидеть то, что мой ребёнок, это и есть я. И это я так себя веду. И я неправильно себя веду. То есть, я всё, что он мне показывает, использую неправильно в этой жизни. Вот, где я могу по-другому это применять? Чтобы найти, как это применять, нам нужно найти в этом суть, что это вообще такое. То есть, люди, которые, например, не понимают, что две противоположности, там, ограничение и безграничность – это одно и то же, что это одно чувство. Вот, когда вы поймёте, почему, найдёте целое, вы поймёте, что это за суть. И только после этого, когда вы понимаете, что это, вы можете это применить. К сожалению, нас не приучили в этой жизни ни одного человека видеть суть в вещах. Мы видим только крайности и способы использования. Например, начинаем делить. Это плохо, это хорошо, атомная энергия. Мы же не можем сказать, это тема плохая или хорошая. Но люди говорят так на всё. Кто-то скажет, это плохо, атомная энергия, потому что она разрушает наш мир, и бомбы, там, всё такое. Кто-то скажет, а благодаря этому все города имеют электричество. То есть способы применения. И у нас все вот эти шаблоны, которые мы с вами в голове таскаем, они у нас не определены нами. То есть мы не понимаем, что это за шаблоны. Мы не понимаем в них суть, и поэтому мы не можем их правильно использовать. Мы используем только так, как нас научили в основном неправильно. То есть если мы скажем, я спрашиваю, вот там, пиши, что такое любовь. Человек не пишет любовь. Суть любви. Он не понимает, что такое любовь. Он не понимает, что такое любовь. Куча применений любви расскажет мне, а суть нет. Потому что ненависть и любовь – это одно и то же. Это одно чувство, неделимое. Точно так же, как и чувство сильной слабой. Это одно и то же. Когда вы поймёте целое, вы понимаете, что это такое. Вы можете это применять. Так вот, дети наши, и аутисты в том числе, дар богов, которые пришли на последнем курсе университета, уже с вас взять экзамен, можно так сказать. То есть это такой жизненный путь, где уже не отвертеться. Очень много далось вам жизней разных, где вы проживали и не понимали какой-то опыт. И вы перерождались и не могли ни хрена понять, зачем. Сейчас просто экзамены идут. Не помню, где, в буддизме или... Лучше не буду разбрасываться такими словами. Где-то в какой-то религии написано, что если рождаются такие дети, то это прям с неспослание бога, я не знаю, это лучшее, что вообще может случиться с вами, потому что вы пройдете опыт за сто жизней, как люди будут бесконечно пытаться этот опыт получить. То есть за короткий период времени. Вот. Это самый лучший учитель, можно так сказать. Как еще сказать? Ну, в общем, вам повезло. Многие судят, что если все хорошо, значит все хорошо. Вот. И не понимают, что когда все хорошо, это плохо. А вот когда плохо, это пипецко хорошо, потому что в этом очень много классного, просто вы не знаете почему. И как раз трансформировав шаблоны, вы можете это понять почему. Вот. Я не хотела специально сейчас вообще ничего рекламировать, никакие курсы. Я просто пытаюсь объяснить, я просто не знаю, как вам помочь, потому что на консультацию я не могу сейчас никого взять. Объяснить, проработать аутизм. Естественно, врачи всего мира там столетиями бьются и не могут вылечить. Да, тут я вам, короче, дала 5 минут совета и такие вы проснулись и у вас все хорошо. Вот. Ну, понятно, это же не получится, надо с этим работать. Но опять же, не для того, чтобы поменять вовне что-то, да, и увидеть эти изменения, а понять, что это учитель для меня. Вот. И тогда вы должны успокоиться и уже спокойно воспринимая все, что вокруг творится, с собой работать. И тогда, поверьте, все поменяется. Но только с таким мышлением. Все поняла, благодарю, что он мне показывает. Ты мне разжевала. Спасибо. Твой взгляд, в мышлении просто взрывает сознание. Анюта, спасибо. Запись сохраню. Очень хотела бы с вами проработать шаблоны. Вот, я приглашаю курс, у меня копейки стоит, понимаете, люди за... У меня час консультации стоит дороже, чем этот курс. На курсе у нас сейчас 220, что ли, 224, 214 шаблонов, которые мы разбираем. Пришли люди. Первое задание. Спойлер. Все пишут свою проблему. Вот. Второе задание. Мы из этой проблемы вытаскиваем причины, для чего я этого хочу. Вот. Выгоды. Каждый описывает свою проблему с чувствами, что он еще при этом чувствует. И в третьем задании мы выписываем шаблоны. Я взяла шаблоны всей группы. Всей группы. Вот просто выписала. Составив список. Убрала дубликаты. Три дня сидела, убирала, потому что там просто бесконечное множество было. Вот. Штук 600, наверное. Я потом это все поубирала. И каждый новый, заходящий человек, когда пишет вопросы, приходит в чат, он разбирает, пишет список своих шаблонов. Я проверяю, если из тех шаблонов, которые я уже выкатила, весь чат трансформировать, если что-то новенькое есть, я дописываю. Но уже давно такого нет. У каждого, кто приходит, те же самые шаблоны. И вот уже сформировался костяк две сотни шаблонов, да, которые у всех. Вот. Ну, просто у всех. Вот каждый заходит, пишет свой список шаблонов, в итоге он уже есть, который мы разбираем. Как мы дальше разбираем? Я пишу алгоритм, по которому нужно разбирать шаблон. Он делится на четыре пункта. Первый пункт разбирать шаблон. Сейчас, дайте я вам алгоритм зачитаю. Самостоятельно кто поймет, тот поймет. Я никогда от своих знаний, ну, то есть, я все бесплатно выкладываю. Почему платно? Потому что я только беру деньги за свое время, за свое внимание, когда я задаю наводящие вопросы и помогаю. Все алгоритмы у меня во всех книгах рассказаны. Вот. Если бы не этот, то ты точно был бы счастлив. Вся книга идет алгоритм работы с шаблонами мышления. То есть, поменял шаблоны мышления, мир поменялся. Поменял один, поменялось еще десять рядом. Вы перестаете на мир смотреть вот так вот узко, а начинаете вот так вот смотреть. Так, алгоритм. Сейчас найду. Еще бы курс найти. У меня этих групп просто неверно. вот работа с шаблоном мышлениями. Прихожу на начало. Так. Чтобы вы просто понимали, что тут будет вообще. Надо ли вам идти на это или нет. Потом я проверяю. Где-то шаблонов тридцать-сорок у каждого. Ну, смотрю и комментирую, что добавить, что прибавить, что доделать. То есть, каждое сообщение читаю. Потом уже вижу, все классно трансформируют. Уже никого не поправляю. Уже давно. Уже две недели то лайк ставлю, что круто, круто, круто. Если я вижу косяк, я обязательно... Ой, сел телефон. Если я вижу косяк, я обязательно поправляю. Вот. И сама трансформирую шаблон, выкладываю видео. Сейчас пока выложено у меня 15-16 видео. Вот. Из двухсот с чем-то. Вот. Я попозже начну выкладывать, когда люди хотя бы половину шаблонов трансформируют, чтобы не смотреть подсказки, как я вытащила из шаблона суть и его применения. Извините, я долго болтаю, потому что я не могу найти алгоритму в чате. Это столько всего написано. Мне не получается на начало чата перейти. Так. Блин. Кто-то открепил начало чата, что-ли? А нет. Нашло. Прежде чем приступить к работе, я даю раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть видео посмотреть. Потом алгоритм по порядку. План работы. Сначала мы находим картинку и пишем, какая это картинка. Ой. Картинку для трансформации шаблонов нужно брать. Ошибка всех, многих уже, кто меня давно смотрит, все равно делает эту ошибку. Картинку нужно брать, закрыв глаза, закрыв глаза, придумав какой-то образ, желательно вакууме и какой-то странный. конь в пальто жует шляпу или туалетная бумага с консервированными огурцами в банке. Что угодно? Это должно быть что-то странное, что-то непонятное, летящий утюг, там, развивающийся флаг на ботинке, который стоит на слоне. И это все должно быть, этот образ какой-то должен быть там, не знаю, в вакууме, непонятный. Для того, чтобы мы брали шаблон, потом берем шаблон, например, плохо-хорошо, либо там, длинный, короткий, либо мягкий-твердый, неважно, любой шаблон с двумя крайностями, противоположными сторонами вот этими. И нам нужно каждую сторону, применяя к картинке, объяснить, что значит длинный, что значит короткий, глядя на картинку. Если вы начнете копаться в своем уме, пытаясь объяснить слово длинный и слово короткий, вы будете опираться на старые знания, на старый опыт, в котором ответов нет, потому что старые знания, старый опыт – это наш шаблон, от которого мы должны уйти. Нам нужно создать новое целое тех знаний, которых у нас нет в голове, но чтобы их создать, нам нужен тот образ, на который мы опираемся и не понимаем, что это за хрень, и начинаем рассуждать. Это очень творческий процесс. Помимо трансформации самих шаблонов, вы настолько мозг свой расшевелите, у вас может улучшиться и зрение, и память, и что только, когда работаешь с мозгом, даешь ему шарады, загадки, когда ты работаешь, как будто шестеренки прям слышишь, что скрипят, и твой мозг начинает работать очень хорошо, ты очень быстро начинаешь схватывать информацию, твое внимание начинает офигенно внимать то, что тебе надо, не рассеивается, концентрируется на чем-то. Здесь просто масса классных прокачек для мозга, когда вы будете трансформировать на нелевом образе, вот, и плюс создавать. Дальше нам надо опираться на картинки не из жизни, да, просто рассуждайте не в старых каких-то понятных вам ответах, понять, что такое вот это вот, и что такое вот это вот, ну, то есть там, что такое правильно, что такое неправильно, опираясь на образ. Дальше, пробуем рассуждать, отвечая на два вопроса. Забываем картинку, забываем все, что мы сейчас с вами придумывали, плюс, когда мы еще трансформировали шаблоны, мы создали новый якорь, триггер, да, который будет срабатывать с образом этой картинки, у вас вообще другой ассоциативный ряд будет, то есть вы перестраиваете свое мышление, вот эти вот солитонные нейронные связи все в голове вообще по-другому, у вас мир просто, ну, переворачивается, вы даже не представляете насколько, ну, ладно. Пробуем рассуждать второй пункт с двумя вопросами. Почему? Одна крайность, это другая крайность, например, почему правильно, всегда неправильно, и наоборот, почему неправильно, всегда правильно, отвечаем обязательно на два вопроса, не игнорируй. Следующий вопрос, либо у нас шаблон там тяжело, легко, почему тяжело, это всегда легко, почему легко, это всегда тяжело, вот, После того, как вы с картинкой поработали, вам проще будет ответить на эти вопросы. Но опять же, не на жизненные примеры, а на эту картинку, если надо, будете опираться. Следующее. Нужно объяснить суть слова. Приходим уже к главному. Что они обозначают без способа применения? Обычно объяснить суть слова тяжелый и слово легкий, или правильный, или неправильный, мягкий, твердый. И важно, вы начинаете опираться на способ применения. Но когда вы сейчас порассуждали и поняли, в чем целое, почему это одно и то же, вам проще будет рассудить, почему вот эти две крайности без способа применения, или какую суть эти две крайности без способа применения обозначают. И что твердый и мягкий – это одно и то же, и в чем здесь суть? Вот после длинного рассуждения кому-то час надо будет, кому-то пять минут. Сначала это будет долго. К тридцатому, там, пятидесятому шаблону за пять минут челкать все орешки. Вот, вы начнете эту суть улавлять. Причем, как бы вы ни рассуждали, какой бы этот бред вот вовне не был бы, фишка в том, что суть, она одна. И все, через какую бы картинку бы ни заходили, через какой бы бред бы ни говорили, найдут суть слов, который будет у всех совпадать. Не знаю, как это объяснить по-другому. Ну, в общем, одинаковая суть будет у всех в итоге. Очень сложно будет объяснить эти чувства, да? Мозгу придется поработать. Это сложно, это долго, это тяжело. Ну, поэтому это эффективно. Быстро и сразу – это не ко мне. Быстро и сразу – волшебные таблетки, ребят, это не ко мне. Вот, но у меня есть магическая таблетка. Тоже не быстро и не сразу, но работает на 100%. Где я уже трансформировала шаблоны, нужно будет просто читать суть. И если вы будете на подкорку сознания каждый день в аудио слушать, записав свой голос 66 дней, у вас что-то там отложится. Ну, да ладно. И четвертый пункт. Когда вы понимаете суть двух крайностей, почему-то одно и то же, что это такое, вы можете уже найти применение отдельно этому, отдельно этому в своей жизни. И самое главное, самое главное, когда вы правильно начинаете применять какой-то шаблон, неправильно автоматически вы перестаете применять. Вы не можете одновременно его применить правильно и неправильно. То есть, если я всегда критиковала во вред себе и людям, то если вы найдете пользу в критике, то неправильно критиковать в минус себе, в ущерб себе и другим людям не получится. То есть, вы начнете критиковать с пользой, и никто даже не заметит, что это критика. Потому что похвала и критика – это одно и то же. Вы будете хвалить, критикуя их, критикуя, хвалить, критикуя, и хвалить, критикуя. Короче, вот, хвалить, критикуя. Или критиковать похвалой. По хвалой. По хвалу хочу. Короче, вот так. Что еще? Так, выйду я, прочитаю ваши комментарии быстренько. И надо завершать у меня телефон с его полностью. Сейчас сядет, и я ничего не напишу. Как обычно. Потеряла, потеряла. Где он, где он, где он? Так, не был комментарий. Ну, так. Как называется курс, о котором ты сейчас рассказываешь? Курс «Работа с шаблонами мышления». Так и называется. В чат-боте у меня вы можете написать любым постом, в любом канале, в любой группе. Я хочу на курс. Менеджер Анна сразу вам напишет. Или я. Кто-то из вас, если вы до чат-бота никак не доберетесь. Так. Нелли, я с курса сижу на месте, не могу двинуться. С картинками трудно. Сижу со старыми знаниями. Трудно выйти на другой уровень. Сейчас хоть стала видеть эти две крайности, а дальше их соединять. Сижу. Да, насчет магической таблетки. Может, поможет двинуться? Ну, нет. В трансформации шаблонов таблетка вас только уведет. Что значит, вы не можете двинуться? Ребят, еще раз. Кто на курсе? Кто оттуда собирается? Кто оттуда сбежал? Рассказываю. У вас не получается. Вы не можете придумать. Вы пишете первый пункт. Вот четыре пункта. И дальше вопрос. Нелли, помоги. Никто же не пишет. Нелли, помоги. И сидят и просто молчат. Кто виноват? Да? Кто виноват? А этот курс, про который ты рассказываешь, можно пройти в свободное время? Да. У меня сначала был срок ограничен месяц. Потом я растянула на два. Потом я сказала до 13 марта. Потому что потом с 13 марта или 12, не помню какого марта, надо посмотреть прогноз на этот год. Лучше вообще ничего не начинать и ничего не делать. И вообще прожить там месяцочек или три недели там, по-моему. Максимально без каких-то качель. Просто вот спокойно и ничего не делаю. Я думала, закончу курт, оставлю там проходить уже без меня. А сейчас я решила, я его вообще оставляю. И пускай каждый проходит в своем темпе, как хотите. Я пинать никого не буду. Обычно сроками вот этими я пинаю. Но сейчас я думаю, что я, блин, за людьми как... Не хотят? Не надо. Денежки заплатили. Я на них вкусняшку купила. Вот, билеты на самолет купила путешествовать и поехала. А дальше вы уж сами. Вот. Пинать надоело. Все безограничного срока. Дашь вам волю в руки, вы просто бросаете. Вы просто ничего не делаете. У меня вывод такой, что никому... Уже давно. И часто об этом говорю. Никому не выгодно решать свои проблемы. Если бы выгодно было бы, вы сели бы их и решили. Ну нет, у вас там миллион отговорок. У меня нет времени решать свои проблемы. Шаблоны мышления – это единственное, что может решить любую проблему в вашей жизни. Больше ничего. Это я вам даю тысячу процентов гарантии. Я так думаю. Вот. И я считаю, что больше нет других способов решить свои проблемы. Я так считаю. И это подтверждает моя практика. Многолетняя практика. Со мной и с людьми, с которыми я работала. И внешне решать свои проблемы не получится. Потому что внешние проблемы, их вообще не существует. Они придуманы в нашей голове. Есть только внутренние свои собственные проблемы. И вот кто говорит, у меня нет времени, потому что надо идти там что-то делать внешне. Все. Ну, понятно. Ты решать ничего не хочешь. Вот и все. А, теперь понятно. Теперь напишу, что у меня проблемы. Ну, вот. То есть, пришли на курс. Говорю, ребят, вот аудио, посмотрите, пожалуйста. Пишите. Вот шаблон. Начали рассуждать. Я же могу подсказки дать, что... А вот сюда посмотри, а вот сюда посмотри. Нет, сидят и вообще не говорят мне. Я, ну, как бы мысли не читаю. Не хочу это делать. Лезть кому-то в голову. Хотя часто бывает такое написать. Хочется человеку сказать, какого хрена сидим? Зачем ты платишь деньги и не проходишь курс? Потрать эти деньги себе там. Купи массаж на месяц, да, ходить. Купи себе там сауну, баню, какие-то развлечения. По музеям походить, книг. Зачем ты отдаешь на курсы, на которых не собираешься ничего проходить? Ну, меня всегда вот этому вообще удивляет. Многие вот платят и не делают ничего. Я на таких насмотрелась прям вообще в гармонии. Так, что еще? Все, я, наверное, вас утомила. Сейчас я запись сохраню. Запись, к сожалению, будет ужасна в Телеграме. Я не знаю, придумать, может быть, не какой-то зум. Или еще какую-то штуку. Посоветуйте, пожалуйста, в комментариях. Где мне выходить в эфиры, чтобы записывать нормально. Это можно было пустить на YouTube. Вот. И на YouTube я боюсь выходить. У меня прям страх такой. Надо идти в свои страхи. Но я не могу. Вернее, я могу. Я просто не пробовала. На YouTube надо идти, а там новички. Как начнут хейтить. Естественно, на таком стрессе, да, мне тяжело будет что-то рассказывать. Быть в потоке. Мне нравится вообще. Смешное. Вот. Я в ресурсе, я в потоке. Ну, как еще объяснить. Ну, вообще, в классном таком состоянии, умиротворении, когда можно рассказывать что-то. И вот инфа идет, и ты рассказываешь. Ну, будут писать всякие гадости. Новички в том, что, ну, они же меня не знают. В отличие от вас. Я туда идти боюсь. Может быть, давать ссылку на Zoom. Ну, тогда они будут приходить новенькие на эфир. А может быть, эти новенькие потом пускай просто YouTube смотрят, да. А в прямых эфирах только своих запускать. Не знаю. Вот, в общем, посоветуйте. Потому что то, что вы сейчас увидите в записи, вы офигеете. Запись будет просто. Звук ужасный. Картинка ужасная. Все будет прикоселить. Вот. Ответь, пожалуйста, про лунатизм. Ника. Про лунатизм. Это я пропустила. Я про него ничего не знаю. Ну, вообще, недавно смотрела фильм про лунатизм. Название не помню. И там работал психиатр. С лунатиками как раз таки. Блин, а что за фильм-то это был? Если я вспомню название, я скажу. В общем, он там просто говорил, что это большой стресс. Большой стресс. И такое свойство психики. Прям не скажу, почему человек начинает ходить во сне. Вот. Я пас. Честно скажу, не знаю. В телеге делай закреп пин картинки. И будет только ты и хорошее качество. Эрика, можешь мне подробнее написать? Я ничего не поняла. Что такое пин картинки? Что значит, будешь только ты и хорошее качество? А кто-то и тут еще есть. Фантом. Боже мой. Эрик, кто здесь? Я не поняла. Эрик, давай распиши. Телегу не бросай. Нам очень удобно здесь. Да, но потом запись для Ютуба. Это просто мрак. Действительно, все печально. Все печально. Так. Зум не у всех. Телега хороший вариант. Ну, ладно, я сейчас сохраню здесь видео. Выложу, посмотрите. Так. На Ютуб будет больше фейта. Да, там по-любому. Очень много людей, у которых хвост не отвалился. Мне их немножко даже жалко. Вот. Они бумерангом постоянно себе поговорили. Представьте. Только представьте. Одно маленькое сообщение. Как ты плохо выглядишь. И просто в этот день у человека в 10 раз убывает здоровье, красоты, денег, что угодно. Просто прикиньте, кто читал книгу «Благодатность» или смотрел видео, да. Понимаете теперь, что такое бумеранг и десятила. И каждое слово, которое вылетает из наших уст в сторону любой критики, это, ну, как мы себя по голове даем. Это бумеранг с плодами такие к нам прилетает. Вы просто даже не представляете. Потом мы думаем, почему у нас все плохо. Вот. А вот у нас вот так все плохо. Я тоже часто критикую многих. Я критикую критикующих. Я критикую, ну, вот, критикующих, да. Тоже получаю по голове. Надо как-то понять, простить, полюбить. Как может быть запись с тобой, Нелли, ужасной? Это же невозможно. Поверьте, поверьте. Сколько людей написали мне всяких гадостей. Ну, ладно, что. Почему страх? Я такой же с вами человек. Я каждый день прохожу миллион страхов. У меня столько фобий. Самая большая фобия у меня – это страх толпы с детства. Я очень боюсь людей. Я не выхожу на улицу. Я одна не могу гулять. И никогда не гуляю одна. Я никуда не хожу. А я всегда сижу дома. Мне некомфортно. Я не езжу в автобусах. Чтобы вы понимали, я езжу только на такси. Неважно, в какой стране и где, я никогда не сяду в автобус. Сейчас с Ириной, она меня тут несколько раз возила на автобусе. Я даже купила себе проездной. Я захожу в автобус, я... Семь потом с меня обливается. Публика, люди, всё, мне плохо. Мне начинает трясти. У меня панические атаки. Я не могу ездить в общественный транспорт. Я вообще боюсь выходить на улицу. У меня какой-то дикий страх. И если что-то... Я понимаю, что всё, я сейчас потеряю сознание на улице. Если мне куда-то нужно ехать, что-то делать. Надо бы меня сейчас отключить договора. Отключить воду, электричество на старой квартире. Я съехала в Турцию. И мне нужно ехать. Я две недели, три оттягиваю эту поездку. И завтра я возьмусь и поеду. Но если мне будет плохо, мне придётся взять телефон и начать с кем-то разговаривать. Кому-то звонить, что-то делать. Не знаю, выходить в эфир, чтобы хоть как-то себя отмечить. Поэтому я стала выходить на люди в эфиры, чтобы компенсировать вот этот вот страх. Выступала вживую очень часто при очень большой аудитории. То есть страх публичного, тут не осуждение, я не знаю, что это за хрень. Вот. Я с разными психологами работала, блин, за эти последние шесть лет столько, вы даже не представляете. И откапывали, что там прошлых, позапрошлых жизней. Я там задыхалась, и мне только вот один человек случайно помог. И что вот, типа, я боюсь быть одной на улице, что вдруг что-то со мной случится, а мне некому будет помочь. Ну, то есть человек, который знает меня и рядом со мной его. Типа до такого дошли. Ну, я в эту билиберну не верю. Вот. Давай проработать тебе этот страх бесплатно. Мне все бесплатно прорабатывают эти страхи. Каждый хочет помочь. Надоело мне это всё копаться. Мне по кайфу, мне нормально. Мой уровень жизни просто всегда повышается. Я, например, в Москве всегда заказываю торси бизнес-класса. Мне это очень комфортно, удобно. Я не хочу ездить в общественном транспорте. Нафига оно мне не надо? Вот. Нафига мне надо вообще гулять одной, с кем делиться впечатлениями? То есть мне удобно. Я не беру трубку. Чтобы вы знали, мой телефон в режиме самолёта с момента изобретения вот этих вот сотовых телефонов. Я никогда не разговариваю по телефону. Мне невозможно позвонить. У меня всегда отключены в настройках звонки. Мне ни мама, ни папа никогда не позвонят. Только на видео мы можем списаться. Я не люблю вторжение в моё пространство. То есть фобия масса. И я с этими фобиями живу вот. Никто не звонит мне. И моё личное пространство не впиндюрится своими вопросами. Если надо, пишите. Есть аудио. Есть видео. Можете записать. И я посмотрю ровно тогда, когда мне надо. Ну вот такая у меня. Причём я заметила самые умные люди. Вчера это в фильме в каком-то прозвучало. Я начала смотреть сейчас каждый день какую-нибудь серию, какой-нибудь сериал классного. Или фильм. И вот прозвучала такая фраза. Про психологов смотрю очень часто. И про психиатров, про маньяков, про странных людей. Прозвучала такая фраза. Сейчас, сейчас, подождём. Потеряла мысль. Да ладно. О чём я сейчас говорила? Ну ладно. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова оперативно-